Всем привет! Это программа Эх, дороги! И я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, сегодня хорошо, хотя бы снега нет, но морозно. Мы продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Готовы? Тогда поехали! Мы находимся на пересечении улиц Фокинская и Пугачевская, Мотовили-Кирский район. И вновь поступают жалобы, очередные жалобы. Сегодня речь пойдет о пешеходном переходе Фантом. Если двигаться от пруда в сторону микрорайона за пруд в горку, здесь на самом деле есть пешеходный переход, который автомобилисты не видят. Дело даже не в этом пешеходном переходе, скорее, а видят ли людей автомобилисты. Особенно это актуально, мне кажется, здесь в темное время суток. Согласно правилам дорожного движения я, как пешеход, подхожу к краю проезжей части, и автомобилисты уже должны останавливаться. Но здесь этого не происходит. На самом деле интересно, у нас так-то водители дисциплинированные стали. Но вот я сейчас на проезжей части нахожусь, видите, все проезжают. Но вот сейчас тут меня увидели, меня сейчас увидели, и поэтому затормозили. Ну, мало здесь кто останавливается, будем ждать. Ну, интересно, конечно, получается, автомобилисты видят камеру и сразу начинают тормозить. А если оператор отходит чуть в сторону, и я один стою на проезжей части, фактически, то все проезжают и никто не останавливается. Сейчас немножко до этого сумбурный получился комментарий мой, потому что тут машины ездят, все-таки как-то страшновато на проезжей части нахожусь. У нас водители стали, на мой взгляд, на много дисциплинированнее за последние годы. И пешеходов в городе пропускают. Но есть какие-то такие пешеходные переходы, которые, ну, как-то вот нелогично они здесь установлены. Людей нет, знак вроде есть. И когда ты едешь в горку особенно, ты же хочешь побыстрее проехать этот участок. А тут раз и пешеходный переход. Поэтому, на мой взгляд, и не останавливаются. Вот я сказал, что пешеходный переход многие не замечают, когда едут в гору от пруда. Но я вот сейчас наблюдаю, на самом деле, водители, которые едут вниз к пруду, выскакивают из-за крутого поворота, и тут же сразу пешеходный переход, который, ну, невозможно заметить и сразу затормозить. Аварийная ситуация. Вроде бы и автомобилистов можно понять, потому что действительно пешеходный переход заметить трудно, а точнее в темное время суток заметить пешехода здесь трудно. И пешеходов можно понять. Хоть здесь и немногочислено людей ходят, но все-таки они здесь ходят, и где-то надо переходить дорогу. Как говорит один известный журналист, друзья, выводы делайте сами. Ну, а сейчас мы находимся на улице Кузнецкая, микрорайон, вышка 1, чтобы было понятно, в той стороне микрорайон, вышка 2. Ко мне обратился один из водителей и говорит, Максим, приедь, пожалуйста, сюда и посмотри, в каком состоянии здесь искусственные неровности. Согласен. Увы, они растаяли вместе со снегом. Вот удивительный у нас город. Где-то тает проезжая часть, а где-то, как выясняется, так называемые лежачие полицейские. У нас, увы, эфирного времени не хватит, мы бы так все показали. Но на самом деле, если проехаться, то вот в таком состоянии искусственные неровности по всей проезжей части, на улице Кузнецкая и дальше на Огородниково. На сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и я, ее ведущий, Максим Суканов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения, но и самое главное – удачи на дорогах. И, конечно же, будьте здоровы. Пока.